По официальным данным, за 2011 год в Китае расследование на предмет коррупции проводится в отношении 140 тысяч чиновников. При этом реальное число коррупционеров может быть намного больше, утверждают эксперты. Международная организация Transparency International, которая расследует коррупцию по всему миру, оценивает Китай как страну с высоким уровнем коррупции. Профессор Ху Син Доу из Пекинского научно-технического университета говорит, что 99% случаев коррупции в Китае остаётся в тени. Профессор Чан Тяньлян из университета Джорджа Мэйсона считает, что китайские власти вообще не борются с коррупцией, а наоборот продвигают её. «При такой коррупции нельзя сказать, что дело в каком-то конкретном представителе власти с низким уровнем нравственности или в том, что нарушителей не подвергают должному наказанию. В действительности, такого рода коррупция поощряется самим же правительством, поскольку коммунистическому режиму нужна группа людей для защиты своей политической власти. А какие люди будут защищать эту власть? Несомненно, люди, которые на ней наживаются». Лю Каймин из Шэньчжэньского института современных исследований считает, что у властей в Китае есть способы борьбы с коррупцией, и они могли бы их использовать, если бы захотели. «В мире разработали множество способов борьбы с коррупцией. Например, недавно правительство специального административного района Макао объявило, что каждый представитель власти, особенно высокого ранга, должен всю жизнь публиковать данные о своей частной собственности. Как подтвердить свою решимость на практике? Очень просто. Пусть публикуют данные о собственности чиновников». По приблизительным подсчётам, за период с 1990 года представители власти и руководители государственных предприятий в Китае незаконно присвоили около 123 миллиардов американских долларов.